Здравствуйте, друзья! Большая честь оказаться здесь на сцене, видеть вас, слышать вас. Ну и пусть вот эти большие, 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 теплые, радостные, приветственные аплодисменты достанутся нашим гостям! Саша, это тебе что ли аплодисменты получается? А? Ты говоришь, нашим гостям тебе аплодисменты получаются. Ну, я тут не гость сейчас, я веду, а гости вы. Поприветствуйте, Алексей Романов, молодежный пастор в церкви Слово Жизни. Армен Асатрян, молодежный пастор в церкви Слово Жизни. Карен Карагян, лидер молодежной команды прославления в церкви Слово Жизни. Мария Новикова, лидер молодежного молитвенного служения в церкви Слово Жизни. Анна Панина, один из главных организаторов ЮС, ассистент Алексея Романова. Вау! Ну что, уходим? На самом деле, в первую очередь, хотел вам сказать спасибо, что дистанция сократилась. В прошлом году я оттуда сидел на вас смотрел, немножечко теперь могу эту дистанцию сократить. Как у вас дела? Третий день ЮС. Все очень хорошо. Знаешь, дела были, может, не очень до того, как началась конференция. Когда началась, все уже хорошо. Вот у нас есть некоторый список вопросов, и что в самом начале мы можем здесь расположить, это как создавалась команда главчата, как его назвали. А не будет у нас вопросов там про, ну, вот эти стандартные? А, как дела? Маша, как дела? Как дела? Вопрос первый должен быть. Сколько спали вообще? Маша, как дела у тебя? Мне хорошо. Ну, сегодня ночью лучше будет, правильно? Ночью вообще восхитительно будет. Возможно, вознесение будет. Да, Маша, а есть шанс, что ты будешь скоро больше жить ночью, чем утром, чем днем? Все возможно верующему. Можно вообще спать перестать. Да, Бог тебя любит. Ну, мы так сейчас разговариваем. Итак, Алексей, какие практические советы мы можем увидеть, чтобы увидеть полный зал молодежи, как это получилось у вас в данном случае? Так мы на первый вопрос у тебя ответили, Саша. Да, мы ответили на первый вопрос. Как создавался главчат? Армен, расскажи, как создавался главчат. Армен, ты сам создавал, я же не знаю. У нас, Саша, короче, какая история? Когда есть команда большая. По порядку. Да, когда есть большая команда лидеров, очень сложно собирать всю команду все время, потому что кто-то заболел, кто-то не сможет, кто-то там что-то еще делает. И таким образом получается, что у тебя не получается все время держать такую цепь натянутой. Потому что ты не можешь все время собрать всех. Если 20 лидеров, и они все решают, и они все главные, тогда это очень трудно. И тогда мы решили так, что мы соберем команду людей, которые больше посвящены всего. Я увидел тогда там Карена, Армена, Аню, Машу и еще Леры нет. Она недавно ребенка родила, поэтому она чуть попозже придет сегодня. И мы шесть человек, которые сказали, окей, хорошо. Мы решили, что мы посвятим свою жизнь Богу полностью и хотим трудиться вместе в одной команде. И мы до конца вместе. Вот такое у нас было посвящение, такое было решение. И мы решили, чтобы мы собираться вместе и собираться часто. Для того, чтобы проводить время и обсуждать все вопросы молодежного служения. И потом в чуть больше лидерской команды доносить их туда. И получается, что у каждого из нас находилось много разных служений. Но все это сходилось в главчате. Кто-то дополнит, может быть? Вот отсюда... Мы приходили только потому, что Карен пельмени жарил. То есть это единственное... Вот это все такое, а вот Карен пельмени жарил. Лично я только из-за того, что Карен... А бутерброды? Бутерброды были. А кофе? Было. Даже Арвен начал пить кофе. Сейчас у всех в зале вопрос этот появился, как это на вкус. Даже я не пью кофе, но на главчате Карена иногда пил. Так что это очень вкусно было. Вообще, из-за того, что у Карена дома собирались, это всегда было атмосферно. И прям хотелось туда приходить. Ну помнишь момент, когда мы у Карена дома собирались и ругали Карена? Да, это тоже помню. Он нам пельмени нажарит, а мы его ругаем. Да, он готовил нам и все такое, а мы его ругали. Мы, кстати, все съедали всегда. И Карен всегда вежливо говорил, да я не буду, я не буду. Ну я видела всегда по глазам, что ты был голоден. И просто отдавал свою порцию лично. Просто это настоящее сердце служителя. Просто давайте поблагодарим Карену за это. Просто настоящее. Видите, друзья, исходя из ответов, мы можем понимать, что это не только трудно. Это еще и тепло вот так, когда, да. Друзья, я вот смог уловить маленький вывод, что получается небольшого количества человек, вот шесть, да, достаточно, чтобы сделать несколько тысяч. Наверное, Армен, да. Я просто до того, как Диего проповедовал, я у него спросил про домашнюю группу. Он говорит, у меня 600 домашних групп. Я говорю, а скольких людей ты ведешь? Он говорит, 12. Я думаю, 12 человек ведут 600 домашних групп. Это прям круто. На самом деле это так и есть. Не обязательно, что должно быть очень много людей, чтобы вести очень много. Я думаю, что должна быть главная команда, которая понимает все, что происходит. Не только даже свою сферу, но абсолютно понимает все процессы, которые происходят в молодежном служении. И они могут уже за собой тащить много-много людей. Армен, получается, у тебя есть человек, который ведет 50 домашних молодежных групп. Тебе осталось еще на тебе 11 человек, которые тоже по 50 домашних групп будут вести и прийти к тебе. Я не понял логику. Логика, Диего, 12 человек ведут... Какая будет итоговая цифра? Да. Ну, короче, да. Ну вот, получается, мы главчатом вели и молодежное служение, и подростковое служение. Но мы самое лучшее это вели подростковое служение, Армен. Мы тебе помогали каждый день. Лучшие годы. Лучшие годы, когда они мне помогали в подростковом служении. Я просто благодарен. Карен вообще недавно вздохнул, что мы передали подростковое служение. На каком моменте? Это было так, что, значит, Армену передают подростковое служение, мы собираемся вместе. Вот, и говорим, ну что, Армен, мы тебя поддерживаем, мы с тобой, давай, строим вместе подростковое служение. И с тех пор мы ни разу не зашли на подростковое служение, и все он делал сам. Да, поэтому... Мы говорили, что Карен будет вести прославление, да, Маша, мое поколение, я буду пастором, а Армен будет за творчество отвечать. Ну ладно. И за пельмени. Ну как бы не так, что прям совсем ни разу, но как было пару раз, да. Да, но Армен нам благодарен за эти пару раз. На самом деле, нет, действительно, отсюда же можно сделать вот такой вывод, и... Потому что это очень часто препятствует разных людей, только начинающих, молодых ребят, кто смотрит на стадион, смотрит, что там много мест, на большой зал смотрит. И как мы это все сделаем? Нас всего четыре, нас всего десять. А на самом деле, глядя сейчас сюда, мы понимаем, что все возможно. Аллилуйя. Самый тяжелый момент в служении, с которым вы сталкивались, и что помогло пройти? Ну, Аня, отвечай давай тогда. Самые тяжелые моменты, это когда, наверное, ты просто берешь все близко к сердцу, переживаешь, когда эмоциональное напряжение, и не то, что хочется сдаться, просто ты не знаешь, как из этого выйти. Вот, наверное, это самое тяжелое. То, что у меня есть, не могу сказать, что какие-то прям сильно тяжелые моменты в служении были, с которыми приходилось справляться месяцами, неделями. Такого нет. Это, наверное, какие-то моменты просто происходят, когда накладывается много задач. Перед конференцией всегда есть у меня момент, когда я плачу в кабинете, а Алексей снимает это. В ТикТок? В ВКонтакте. Ну, таких моментов, наверное, сложных, и все время ты проходишь. То есть нельзя сказать, как в браке. Ты поженился такой, у нас все классно, все здорово, все супер. Мы конфликтуем, мы проходим какие-то вещи. Это как бы происходит здесь и в команде точно так же. Но, наверное, сложные моменты извне и сложные моменты в команде, это такое маленькое разное, наверное, которые извне, они постоянно происходят. Ты к ним привыкаешь просто и знаешь, что если сейчас у Карена спросить, какие у нее трудности были вчера, сегодня, он будет рассказывать долго. У нас у всех куча проблем. Но и в команде тоже были трудности, и мы тоже это проходили вместе. Но мы как-то быстро все решали. Ну, для меня самое сложное, это когда вот внутри команды у нас есть какой-то такой конфликт, и когда он такой продолжительный, и как будто бы нерешаемый. Вот это вот самое сложное, потому что когда все-таки команда в единстве, и мы чувствуем друг друга, да, то есть мы доверяем друг другу, мы чувствуем себя в безопасности, то все остальные сложности, они как бы так себе, сложности, ну, как бы порешаем, там мы пройдем. Было пару-тройку раз, когда были такие-таки продолжительные конфликты, да, и мы понимали, что тут как бы ощущение, как будто бы вообще безвыходная ситуация, но мы прям сражались, сражались за то, чтобы именно строить отношения вот друг с другом. Вот, но мы сколько уже там, 15 лет вместе строим служение, ну, и за 15 лет разные вещи происходили. Вот, есть разные мнения на разные вопросы, вот, иногда они супер принципиальные, вот, внутри, ну, условно, даже вот между мной и Алексеем, вот, был такой продолжительный период непонимания, вот, и, ну, мы как-то, условно, вместе сражались, вот, чтобы выйти из него победителями. Вот это было самое сложное, наверное, для меня. А вот на примере… Саша, напомню, что Карен говорит абсолютно правильно, что мы не просто один руки опустил, а другой такой что-то хочет делать. Мы оба не понимали, как это решить, мы понимали, что мы команда, что мы должны трудиться вместе, и что-то надо делать. И то есть не было прям, ну, мы конкретно знаем каждый шаг, что делать, да, но мы день за ним проходили какие-то вещи вместе. А если вот взять, рассмотреть ситуацию, что у нас сейчас не в целом мы живем и служим где-то, и все такое, а взять подготовку к большой конференции, и у нас есть момент, который мы не понимаем здесь друг друга. Как делать так, чтобы не потерять время и сделать начатое? Ну, вот как раз с конференцией тут нет проблем у нас вообще. Почему? Потому что есть высочайший уровень доверия. То есть никто из нас не проверяет друг у друга конспекты. Я вообще не думаю, о чем будет Маша говорить, когда она выходит на сцену. Потому что я знаю, о чем Маша не будет говорить, выходя на сцену. Да, я, например, не проверяю список песен у Карена, потому что я знаю, что каких песен там точно не будет. Ну, то есть мы как бы у нас… Это мы где-то прошли давным-давно, когда мы еще только формировались как команда, и мы не понимали, как что будет происходить. Наоборот, у нас есть такой кредит доверия, что каждый из нас, кто выходит куда-то и что-то делает, мы сделаем это точно очень хорошо, постараемся очень хорошо, поймем, что происходит где. И то есть вот как раз в конференции у нас таких прям вот вызовов не бывает, потому что мы как раз как команда. Ну, даже так скажу, что любой из нас может провести любую планерку. Если я во время там собрания какого-нибудь отдам Армену телефон и скажу, Армен, отвечай всем. Он всем будет отвечать правильно. Или мы все свои телефоны Ане отдадим. Она ответит на все сообщения и ответит правильно и все сделает. То есть в конференции, наверное, нет такого. Вообще это прикольно, что мы хорошо друг друга знаем, очень хорошо знаем, как и сильные стороны, как и слабые стороны. Да, вот сейчас, например, перед ток-шоу, да, несколько девушек искали Армена. Ну, два бывшего его ассистента и нынешний его ассистент. И мы говорим, есть что-то, что не меняется. Но пока они меня искали, я был на месте. Я сказал, я опередил вас. И тоже, например, мы знаем, кто когда не в настроении. Мы знаем, кто как реагирует. И так далее, это тоже помогает иногда, знаешь, прикрываясь где-то, иногда посмеяться над этим. Вот, например, у нас встречи были, например, и Аня, она такая эмоциональная у нас, да. Иногда она начинала плакать, и Карен ее себя защищал. Подтверждаю, да. Алеша нападал. Карен был моим адаптатом всегда. Но иногда бывало, что, например, Карена не было, и тогда некому было защищать. Такое тоже было. Да, или, например, когда у Маши было две BMW, одна черная, другая белая, и мы знали, что если она едет на черный, тогда плохо дело. Значит, либо бесов будет гнать. Да. Мне нравится, что мы пришли к такому моменту, что даже ток-шоу на Юз уже можно записывать как рабочий материал вообще. Ура, друзья! На самом деле мы так и разговариваем. Когда мы собираемся на главчате, мы просто шутим, и даже первый, наверное, час мы могли просто говорить в каких-то темах, шутить и смеяться, и так далее. Но у нас было одно правило, что все, о чем мы говорим, мы никогда не записываем. Ну, то есть там нельзя, если ты даже снимал сториз, надо было снимать беззвучно. Мне скорее всего нельзя было записывать, что Карен говорит. Что-что? То, что Карен говорит, вообще нельзя записывать некоторые вещи. Ну, да, да, там, ну, всякое было. Духовные вещи. Хорошо. Лучшие воспоминания с Юз, и какой это Юз для вас по счету? Для меня это, наверное, 20 какой-то Юз, 22-23, наверное, да. Лучшие воспоминания, наверное, я так скажу, что их много, но вот как, если мы говорим про команду, да, что когда мы взаимодействуем как команда. Вчера, позавчера Армен проповедовал, когда он сказал, что здесь он принял важнейшее решение для своей жизни. Да, я помню, когда для меня это было, сейчас это уже норма стала, но я помню, когда я только первые разы проповедовал на Юз, ну, не первые, а вот где-то там, да, и Карен, когда вел прославление, это для меня всегда было как ускоритель. Я знаю, что сейчас мы, ну, это как у тебя азот под ногой где-то находится, что ты сейчас можешь ждать и поехать, да. Самое яркое было воспоминание, это когда пастор Мацула в 2003 году, когда Карл Густав не приехал на конференцию, не смог приехать, и он подошел ко мне вечером и сказал, Алексей, завтра Карл Густав не может проповедовать. А ты можешь вместо него? Я сказал, могу. Он сказал, у тебя проповедь есть? Я сказал, нету. Ну, будет. У меня ночь стала есть. Да, это, наверное, было самое яркое переживание. У меня, наверное, самое яркое было первая конференция. Это 18 лет назад я получила от Бога призвание на свою жизнь и пережила очень сильное присутствие, когда поклонялась. Бог прям сошел таким сильным образом. Я до сих пор переживаю это чувство, оно сопровождает меня на протяжении всей моей жизни. Поэтому я искренне верю, что юз — это место встречи с Богом. Так было в моей жизни, и так может быть в жизни каждого молодого человека. Слава Богу! Нам же тоже надо, да, рассказать? Если есть, да. В смысле, если есть? Конечно, есть. На юз всегда происходит что-то яркое. Для моей жизни было здесь самое-самое яркое два раза было. Первый раз, когда мне было 18 лет, и тогда я получил свое призвание. Прямо на конференции я получил подтверждение, что все, я должен служить Богу. И второе — это когда я рассказал на проповеди о том, что я принял решение. И вот с момента, как я получил призвание и потом принял решение, прошло много времени, и все это время происходило. И оба решения были на юз. Вот это прям очень круто. И мне нравится. Это моя 19-я конференция юз, когда я первый раз пришел на юз, и вот до сих пор ни одну из них не пропустил за все время. Это прям очень круто. У меня очень интересное, самое яркое переживание. Я просто сидел, вспоминал, ну там вечера хвалы, классно, там все здорово, там прославление. Но одно было самое яркое переживание. Однажды, когда мы вели прославление на открытии собрания, вот мы вели песню такую. Я дышу в тебе, ты заменяешь мне кислород, воздух мой. Да, и мы поем-поем «Всемогущий Бог». И тут я слышу, как справа что-то такое падает. И я такой... И все просто такая гробовая тишина в зале. Я такой поворачиваюсь, и я понимаю, что девушка одна упала в овморок. Но так упала в овморок, что, видимо, ударилась головой. Ну, простите за подробности. Она, ну, там, видимо, язык проглотила или что. И просто во время блога прославления мы такие останавливаемся. Я такой залезаю в рот, вытаскиваю язык. И вот это было самое яркое впечатление. я после этого пытался прийти долго в себя, потому что потом еще мы посмотрели трансляцию, и на трансляции это был такой момент. Значит, она такая поет, такая... Она такая... Вот, как будто она кого-то или что-то увидела, такая... И падает, вот. Но оказалось, что она просто очень мало ела, очень много нервничала, там, и это все было там. Но в тот момент это было настолько эпично, что я просто всю ночь думаю, Господь, что мы делаем не так? Боже мой! Господи, помилуй, помоги, пожалуйста. Мы эту песню потом еще два года не пели. Прям это был, прям гештальт конкретный. Связывали, да, это все? Да, вот такое, это было самое яркое из всего. Ну, у меня таких смешных историй нет. Давай историю, где плакать будем, дай такую. Я была первый раз. Первый раз это был 2010 год, если кто-то посчитает какая-то конференция, буду рада. Мне сложно. Я еще тогда не работала в команде, не была в команде, я просто училась на библейских семинарах. И в тот момент, на той конференции, ну, в принципе, видя вообще, как происходит молодежное служение, какая-то конференция огромная, превосходная, захотелось поработать, действительно, то есть, ну, побыть в такой команде и понять, как это изнутри вообще происходит. То есть, это желание зародилось именно быть в молодежном служении. И через три года это исполнилось, когда меня пригласили. Ну, то есть, это просто была мысль, просто вот, да, какая-то, даже не мечта, просто такой, оп. У меня была еще одна история тоже, да, мы организовали пробежку, нет свадьбы, нет секса, я помню. Это было так классно, все бежали, там все это происходило, и после собрания поехал в СИЗО. Надо сказать, что мы хотели написать «нет свадьбы, нет секса», а в итоге перепутали, написали «нет секса, нет брака», и потом побежали вот этой футболкой, ну, и там дальше замес начался. Там еще Зай спомнили, бежал какой-то. Да, да, в общем, ну, не, если вспомнить фейлы, это их можно вообще в целом потратить все это время. Я помню, в прошлом году на пастерских интенсивах мы говорили как раз об этих вещах. Да, да, это отдельный блок-ток-шоу можно сделать. Ну, мне кажется, вот сейчас будет большой шум тех людей, кто подтвердит, что у каждого здесь есть какая-то хорошая история, впечатление или ответ от Господа, который он получил здесь на ЮС. Каким вы видите ЮС-30? Армен, не так много осталось до этого времени. Мы тебе поможем, как по дроссовому служению, брат. Алексей говорит, что хочет передать, чтобы я этим занимался, но я не готов. И я говорю, Алексей, давай я этим не буду заниматься. Но я при этом передаю подростковую конференцию «Огонь». И сейчас Алексей сказал, что если я передам конференцию «Огонь», то я буду делать ЮС. Просто человек, которому он передает «Огонь», он говорит, я тоже не готов. То есть, знаешь, как бы там замкнутый круг. Поэтому я планирую 30-ю конференцию ЮС проводить еще «Огонь». У зала вопросы сейчас вообще. Я думаю, что сложный вопрос, потому что какая должна быть конференция, что это будет. Мы очень рады, что мы выбрали какой-то формат. Но мы не придерживаемся формата, потому что мы пару лет назад изменили. У нас раньше было по три собрания утром, днем и вечером. И между этим были мастер-классы. Сейчас стало по-другому. Если вы заметили, то эта конференция, она как будто идет круглосуточно уже. То есть, раньше мы заканчивали вечером собрание, и все. Сейчас фильмы какие-то смотрим, вечера поклонения делаем. Сейчас еще ночную молитву сделаем. Ночь преображения, пробуждения. Ночь пробуждения, да? Так, а я знаю, Маша. Мои люди говорят. Это все МПшники, которые выросли, Маша. Я к тому, что мы меняем форматы. И пока сказать, какая будет 30-я, точно очень сложно, потому что мы и в следующем году хотим поменять немножечко формат. И вот какая будет 30-я, это уже такой как бы интересный момент. Но посмотрим, как будет. Ну, хотелось бы, чтобы Олимпийские достроили, и мы там собрались. Мы пока тянем, просто там. Что скажете на этот счет? Вот я видел, когда здесь были такие большие мужи божьи, говорили о разных конференциях в нашей стране многотысячных. И действительно, есть желание, есть дерзновение, чтобы в нашей стране это было. Скажите, когда, как скоро, что для этого нужно? Аня, что для этого нужно? Бюджет хороший, да? За бюджет она отвечает. Я думаю, что все растет естественно. Мне кажется. И мне нравится такой подход, потому что, например, даже вчера, когда мы разговаривали про разные конференции здесь на сцене, четыре больших конференции, это не одни и те же люди, которые перемещаются по всем конференциям, означает, что христиан гораздо больше. Но мы понимаем весь вызов, например, да? Ты, Саша, сам с Абакана. Я не знаю, можем, наверное, спросить или нет, сколько тебе стоила поездка на конференцию? Вся целиком поездка больше пятидесяти. Ну вот да. То есть, а ты же обычный парень, который там, ну, живешь в Абакане, там у тебя какая-то, нет такого, что у тебя супер бизнесы, там такой-то раз. Зарабатываешь 7 тысяч рублей в месяц, наверное, максимум, да? Чуть больше. Сколько там за МКАДом зарабатывают? За свадьбу или? Да. И я к тому, что, то есть, это прям вот вызов такой. Поэтому здесь, наверное, вопрос не только в том, что можем ли мы такие конференции делать. Мы, нашей команды, точно можем. Но собраться все вместе, это, я думаю, что должно быть какое-то либо реально водительство Божье, которое, знаешь, люди вот просто, я еду и все. Ну, то есть, вот какая-то такая история. Потому что, а так, что просто как вот происходит, оно очень сложно людям и туда поехать, и туда поехать, и там быть, и там быть. Поэтому мы готовы, или как житницы готовы. То есть, мы прям вот готовы. Дальше Господь что-то делает. Вот мне кажется. Аминь. Аминь. Алексей, вопрос адресованный. Пускай Карен отвечает. Ну, я шучу. Давай. Как вы находите баланс между служением и заботой о семье, особенно учитывая, что у вас двое детей? Трое детей. У вас трое детей, но написано в вопросе... Ну, это Машин муж писал, потому что он считает, что Петя уже не мой сын, потому что он же взрослый мужик. И расстояние увеличилось тоже. Да, ну, трое детей. Я в книжке об этом пишу, кстати, как найти баланс, то есть, как сохранить это все дело. Нужно просто все время это делать по чуть-чуть. То есть, не все время такое, знаешь, ты ударился в служение, потом ударился в семью, потом ударился в работу, и вот так это происходит, какими-то, знаешь, запоями. Я думаю, что нужно все делать, все время. Время с семьей проводить, время для этого есть. Есть время, когда ты с женой проводишь время, есть время, когда ты на работе находишься, есть время, когда ты в служении, есть время, когда спортом занимаешься. То есть, для всего есть свое время, оно происходит все время, а не так, что когда-то вот куда-то. Я всегда говорю так, что вам не надо все успевать. Поймите, что вам надо успеть. И размажьте это на неделю. Мы с тобой проходили на пастырских интенсивах, люди говорят, у нас мало времени. Я говорю, давайте распишем ваш день. Мы расписали, у них по 8 часов у каждого свободного времени в день. Восемь часов, ребят, это что можно делать? Это два марафона можно пробежать с передыхом. Ну вот я к тому, что нужно просто понять, когда тебе что нужно делать, найти в этом. То есть, знаешь как, надо выбрать свой темп. Вот, например, если мы сейчас с тобой побежим по дороге, я побегу в твоем темпе, потому что мы с тобой вместе бежим. А если мы побежим в разных темпах, мы вместе не сможем бежать. Поэтому вот в семье должен найти свой темп, как бежать тебе вместе со своей семьей, со служением. И когда выбираешь свой темп, ты можешь бежать долго. И, например, если хочешь бежать еще дольше, тебе нужно снизить темп. Ну, то есть, понять, как все функционируют. И, в принципе, нормально. Мы, если что, в темпе Алексея вообще не можем бежать и даже не пытаемся. У нас есть такой ритуал. Мы вот садимся в круг, вот, и перед встречей с Алексеем поднимаем правую руку и говорим, я не Алексей Романов, я не Алексей Романов. Вот. И мы получили свободу, вот, потому что когда Алексей говорит, если я могу, то и вы можете, мы такие, ложь, и все. Вот, но на самом деле это не значит, что совсем нужно сдаваться. То есть, есть вот это вот соединение энергий, да, вот соединение усилий. Когда Алексей где-то появляется, и ты попадаешь в зону его вот этого СДВГ, ну, такого определенного, да, что он такой... То есть, он видит неровные столы, он сразу их поправляет, и ты такой оп-оп-оп-оп-оп-оп. И ты тоже какую-то часть из этого берешь, и, соответственно, ну, как бы тоже начинаешь вот так себя вести. Вот, поэтому, когда вот мы соединяемся вот в наших этих всех помазаниях, да, то есть, рядом с Машей ты такой более духовный становишься, как бы чувствуешь это. Да, рядом с Аней тебе стыдно быть неорганизованным. Вот, рядом с Арменом, я не знаю, что сказать. Вот, вот, и суть такая, что да, но в этом плане, что мы не успеваем за темпом, но этот темп нас тоже тянет вперед, это хорошо. Маша, вот, да, Карен сказал, что Маша, она такая, когда мы с ней находимся рядом, она духовная, да? Но я знаю, что Маша еще шопоголик конкретный. Вот я вам точно могу сказать, если она к вам в город приехала, ну, отведите ее куда-нибудь, покажите ей что-нибудь, да? Она, ну, то есть, с ней можно там долго времени провести. Ну, в смысле, что мы нормальные люди, поэтому мы, ну, понимаем, как все функционирует. У нас, например, есть у всех мечта один раз. Мы хотим Армену подарить одни классные кроссовки. Да это не надо. Порш, Пума такие, знаешь, красные Феррари вот эти вот здесь. Алексей, если он мечтает мне красные Феррари подарить, ладно бы машину, ну, кроссовки. Но он начал про кроссовки, смотри. Это ужас и мрак просто, ну. Ну, он всем расскажет, что я мечтаю об этих кроссовках. Ну, мотив-то хороший, подарить же все-таки. Да, но лучше Феррари. Не кроссовки. Хорошо. Два похожих вопроса. Что делать, если расхотелось служить? Что делать, если перегорел, выгорел в служении? Чтобы ты отдохнул чуть-чуть. На самом деле, такие моменты возникают в нашей жизни, наверное, когда мы не проводим время с Богом, и в чтении слова мы потухаем. То есть это как заряд для нас. Молиться, читать слово, пребывать в молитве. И это дает порох в нашей жизни. Поэтому тут классический ответ, но на самом деле он правда. Когда приходят на молитву и говорят, вот, мне не хватает огня, мне нужно вот это и это. Всегда задаешь простой вопрос. А ты когда молился? А ты когда читал Библию? И люди такие, ой, я не помню. И это истина, которая должна в нашей жизни сопровождать. Что наша жизнь наполнена молитвами и словом. И тогда этот огонь, он только разгорается. Поэтому этот лайфхак, он действенный во все годы, в любое время, в жизни любого человека. Немножко, если дополню, что Маша все очень классно сказала. Вот это в первую очередь. Но обязательно нужно уметь отдыхать. Это, в принципе, сейчас, наверное, актуальная тема в нашем мире. Но нужно уметь отдыхать правильно. То, что тебя действительно восстановит. Если ты думаешь, что я сейчас отдохну недельку, съезжу на море, это, возможно, тебе не поможет, а только сделает хуже. Ну, то есть нужно знать себя. Может быть, тебе достаточно будет одного дня провести в тишине. Действительно, просто помолиться. Ну, вот именно да. Ну, вы поняли. Да, и тоже, вот, Аня правильно сказала, да, слава Богу, что мы не находимся все время вместе. То есть у нас нет такого, что мы прям живем в одном доме и все что-то находимся. Мы иногда можем неделями не видеться. Потому что кто-то что-то занят, где-то что-то происходит. Ну, то есть это вот так функционирует. Поэтому мы от друг друга не сильно так, что мы такие прям устали. Если бы мы все время были, мы, наверное, точно друг от друга бы устали. Потому что мы много всего делаем, и там все происходит. Но занятость своими делами тоже помогает нам развеиваться. Ну, у Карен, например, есть классный лайфхак. Он садится на машину и едет в Ярославль. Вы скажете, зачем? Незачем. Просто едет в Ярославль. Да? Да, у меня было перегорание, если что. Вот я так помню, что никто из вас никогда не перегорал в жизни. Я в 30 лет, Карен, хотел все бросить вообще. У меня в 30 лет все это было. В 30 лет. Ну, это было в прошлой жизни еще. Понятно. Сейчас 15 лет назад это было. У меня было перегорание. Ну, во-первых, нужно сформулировать, что это такое. Потому что я недавно сидел с одним парнем, разговаривал. Вот, ему 18 лет, по-моему. И он такой, я перегорел. Я говорю, слушай, ты что вообще? Ну, обнаглел такие слова произносить в 18 лет? Это, ну, какое-то слишком модное слово для тебя. Забудь его на ближайшие лет 10 хотя бы, ладно? Вот, потому что это, ну, когда ты вот обо всем, у тебя такое настроение плохое, ты по них чуть-чуть. Я перегорел. О, Господи, все, у меня больше ничего не хочу. Ты через час захочешь, если ты съешь Сникерс, например, да? Вот, ну, поэтому, ну, тут как бы немного другое состояние. Значит, перегорание – это когда у тебя такое перманентное состояние. Вот не столько, может быть, депрессии, сколько апатии. Когда ты такой, понимаешь, меня абсолютно не зажигают вот эти мои какие-то мечты, стадионы поклоняющихся людей. Ну, ок, ладно. Ну, пусть будут, не будут. Какая разница? Вот, или там, допустим, ты такой, может, ты такой думаешь о служении, такой, ну, не знаю. И вот, ну, вот именно в таком состоянии ты понимаешь, что тебя ничего, то, что раньше зажигало, не зажигает. Ты в таком, каком-то таком, ну, постоянном бессилии находишься. И нет, вот, никакого восторга вообще. А восторг – это, ну, такой, там, гормон есть, такой дофамин, да? Вот, когда он не восстанавливается, то есть у тебя этого состояния нет. Вот, поэтому есть, конечно, такая, ну, определенная биохимическая часть. То есть очень правильно говорит Аня о том, что нужно отдыхать. Но чтобы отдыхать, нужно найти свой ритм жизни, как говорит Алексей. Да, вот, потому что если ты не в своем ритме двигаешься, ты очень быстро можешь перегореть. Вот, например, там, с бегом. Вот Алексей бежит, допустим, там, я не знаю, там, 12 километров в час, условно, да? Это ему комфортно. Я могу пробежать с ним буквально 3 минуты 12 километров в час, я перегорю. То есть я устану, и все, да, вот, там, задохнусь. И, соответственно, когда ты в своем темпе двигаешься, то ты можешь дольше пройти. Вот, и это очень важно. У меня вот как раз тот год, когда я перегорел, я двигался не в своем темпе. Было очень много разных дел. Вот, и в определенный момент я понял, что я больше не тащу. И вопрос был, что сделать, чтобы выйти оттуда, правильно? Да. Да, что сделать, чтобы выйти? Я лично вышел так. Я собрал команду свою прославление и сказал, ребятушки, я по-настоящему, то есть это не просто какое-то модное слово, я перегорел. Что такое перегорел? Мне сейчас ничего не хочется. Я не способен быть вашим духовным, сильным и мудрым лидером. Я это открыто перед вами признаю. Но когда я думал о вас, я понимаю, что каждый из вас, каждый в своей стезе, вы лучше меня. То есть в том, что вы делаете. Ты там лучше поешь, ты духовнее, ты сильнее, ты мудрее, ты организованнее. Я понимаю, что в данный момент мне очень нужна ваша помощь. То есть, пожалуйста, закройте меня на ближайшие три месяца. Максимум, что я могу сейчас делать, это два раза в месяц вести прославление. Но, пожалуйста, не ждите от меня, что я буду мудрым, что я буду вас наставлять, что я буду как-то вот особенно проявлять инициативу, потому что у меня на это нет абсолютных сил. Когда человек говорит, я перегорел, мне нужно уйти из служения, и он, допустим, вот самая глупая вещь, которую может человек сделать, уйти из служения, но приходить на служение и такой... И к тебе подходят и говорят, а ты служишь? Нет. А почему? Потому что я перегорел. И какое-то такое... Такое кринжовое максимальное состояние, да, особенно когда там в прославлении служишь. То есть вот оставь то, что тебе делать довольно-таки легко, условно, допустим, мне вести прославление вообще несложно. Пришел, провел, это даже радость, да, но мне сложно именно вот нести груз ответственности, поэтому я попросил меня закрыть три месяца в таком режиме. Что я делал в это время? Я катался на велосипеде, я молился, я читал, я ехал в Ярославль в тишине, вот, просто смотрел вдаль и просто, ну, восстановил физические силы, восстановил духовные силы, восстановил вот моральные силы для того, чтобы продолжать. И, в принципе, через три месяца вот мы, ну, прям с новой силой пошел дальше, и прям появилось все. Аллилуйя! И до фронта в том числе. Друзья, вы что-то получаете? Будем продолжать, да, значит? Хороший вопрос. Что делать, если ты лидер маленькой церкви и вокруг никто не хочет служить? Как поднимать команду? Что делать, чтобы вдохновлять людей на служение? Ну, здесь, ну, сложно ответить на этот вопрос. Но я могу сказать лишь то, что, когда я начинал заниматься подростковым служением, там тоже немногие хотели служить. Ну, и там не была большая группа людей. На этом примере могу сказать, что сделать. Первое, что я сделал, я поехал посмотреть, как работает подростковое служение в другом городе и в другом месте. Потому что иногда, когда у тебя нет перед собой картины, как должно быть, очень сложно так строить. Поэтому Бог, например, Моисею открывает картину храма и говорит, вот так должно выглядеть там скини и так далее. И он понимает, как должно быть. Иногда мы просто строим, но не знаем, что мы строим. Ну, например, как это должно выглядеть. И поэтому, первое, что я сделал, я поехал, чтобы увидеть, как это работает в другом месте. Когда я увидел, приехал с пониманием, как должно работать подростковое служение, я начал уже сделать следующие шаги. Первое, что я начал сделать, я начал собирать людей. Каким образом? Иногда люди думают так, я вот выйду на сцену, всем скажут, пойдемте со мной служить. Все скажут, пойдемте. И мы пошли служили, да, вот так. Так не работает. Поэтому работает личный призыв. Я подходил просто к людям и говорил, пойдем со мной служить. И вот так находил каждого человека, вот так лично. Знаешь, что, личный разговор. Личный призыв — это самый лучший призыв, который может быть. Иисус выбрал своих учеников лично, каждого. То есть не было так, что он вышел и сказал, кто хочет со мной пойти, и люди пошли за ним. Он выбирал каждого. И я думаю, что первое, когда у тебя не так особенно много людей, тут как бы надо начать строить отношения. Надо подходить, разговаривать, делиться своим видением, делиться своими мечтами, сказать, слушай, мы могли бы мы вместе это сделать? Мы могли бы верить за наш город? Мы могли бы верить за нашу молодежь? Давай верить, что достигнем 50 человек в этом году? Давай верим, что достигнем в следующем году еще 100 человек? Или еще что-то подобное, да? И так я начал собирать людей вокруг себя, подходя к ним лично. И передавая видение, передавая страсть и так далее. И в принципе получилось. Поэтому я думаю, что с этого надо начать. Начать видение, понимать, что ты хочешь делать. И второе — начать заражать этим видением людей вокруг себя, обращаясь к ним лично, дружаясь, строясь с ними и призывая следовать и вместе идти в этот путь. Вау! Кто-то еще? Ну, они не знают. У них не было опыта такого. Ну, Армен дал на самом деле очень хорошую инструкцию. Мне, знаешь, тоже еще нравится, когда... Вот тут Саша Окуневси, да, вот он молодежный пастор в Челябинске. Мы с ним часто про страсть говорим. Часто те, кто говорят, что никто не хочет служить, я бы с ними тоже не хотел служить. У них глаза грустные, они сами грустные, они такие потухшие ходят. С ними тоже неинтересно. Я помню, когда Маша начала заниматься командой моего поколения, у нее глаза горели, как у рака глубоководного. Кто со мной? Куда со мной? И некоторые, а вот с Хареном некоторые люди в команде, знаешь, почему про славление? Они даже не поют. Им просто нравится быть с ним в команде. Ну, то есть вот почему люди находятся? Ну, помнишь, такие были люди в команде где-то? Да, и с Машей тоже. И когда у тебя есть страсть, это притягивает людей. Но когда у тебя страсти нету у самого, и почему со мной никто не хочет служить, ты посмотри на себя в зеркало. Ну, я тоже не хотел бы с тобой служить. Ну, я как бы, куда это, да? А когда у тебя глаза горят, у нас, например, подростковый лидер наш, да, Тим Лысов, он вообще, он когда говорить начинает, вот он разговаривает с нами, да, все в порядке. А когда говорить начинает, привет, он кричит сразу громко и привлекает себе внимание. И с ним он такой любит людей, знаешь, он собирает своих, он с ним хочется быть. И вот, наверное, часто тоже зависит от самого человека, какой человек. Если человек грустный, если человек сам не понимает, куда он идет. Мне нравится, как пастор Мацулла сказал, он сказал так, лидер должен вести. Если лидер не ведет, никто не пойдет никуда. И, Саш, знаешь, что самое интересное? Примеров там много. Вот в Челябинске молодежное служение, да, там они большую конференцию делали, больше 400 человек собрали на молодежной конференции. Там вот Даня сидит, да, в Шадринске. Если ты слово «Шадринск» слышишь, тебе уже грустно. Да, но когда ты понимаешь, что там происходит, и видишь Даню, да, глаза горят у него, все, мы пойдем, мы в Шадринск завоюем. Все, тебе хочется с ним идти. Какая разница куда, в Шадринск или в Владивосток, да? Люди из Москвы переезжают в Шадринск. Да, из Владивостока. Это вообще отовсюду переезжают в Шадринск. Вот вы говорите, люди в Москву едут, они в Шадринск едут теперь. Поэтому я думаю, что здесь тоже зависит много от самого отношения, какое у тебя есть. Ну, в Абакан люди ехали учиться в еврейскую школу. Да. Карен закончил в еврейскую школу. Ну да, когда говорят, я все делаю правильно, но у меня ничего не получается, ну, я не знаю, сложно поверить. Ну, правильно, ну, конечно, лидер это в первую очередь тот, кто видение показывает и зажигает людей, говорит, вон туда нам нужно идти, вы согласны, вам это нравится. Да-да-да, они такие, не знаем, да. Но если вот такая реакция, значит, ну, как бы нужно вот нащупать то, что вот объединит вас, чтобы вам всем захотелось в одну сторону идти. Вот, видение это очень-очень-очень важный момент. То есть мы как, ну, команда прославления, да, вот когда мы встали, мы сказали о том, что наше видение это стадионы поклоняющихся людей. То есть это не то, что какое-то наше эксклюзивное видение, да, вот там, там в отдельности от церкви. Просто мы это видим, и мы ради этого хотим строить, мы хотим заниматься, мы понимаем, что на стадионе, ну, как бы нельзя лажать, да, там звук должен быть хороший, аппаратура классная. Вот, и это нас двигает всегда вот развиваться. Поэтому, ну, как Армен сказал, да, что, ну, о том, что нам нужно сразу понимать, куда мы идем, вот, и это красиво, оно должно быть нарисовано для всех. Ну, и твои последователи должны знать, что ты готов за это положить жизнь. Да, если у тебя какие-то там запасные планы на жизнь есть, вот, и они это чувствуют, знают, то, как бы они сами в себе не уверены, вот, а если они еще и в тебе не уверены, ничего вообще не получится. Сто процентов. Ура, друзья! Я думаю, очень много людей, молодых лидеров сейчас получают для себя что-то. Большие, хорошие, полезные вещи. Ты красавчик, молодец. Вообще Саша молодец. Саша вообще. Видите, у нас тут три черных, три белых там, да, мы как-то так разделились. Мы, кстати, не договаривались. Потому что мы сидим на белом диване. Дали команду здесь, я просто послушался. Хорошо, ладно. Друзья, вот есть еще один вопрос. Что делать, если я хочу развивать молодежку, но, внимание, у меня консервативная церковь. Алексей? Ну, хороший ответ – это шаг за шагом. Например, если вы помните, наши церковные собрания сильно изменились в последнее время. И сейчас у Армена самая большая боль – это как сделать наши молодежные собрания молодежными. Ну, они молодежные, но церковные собрания сегодня как молодежные собрания. Там точно так же все – экран, свет, дым, звук, люди. У нас даже был такой момент, мы такие – общее прославление, они уже тоже как молодежные стали. Нужно или общее прославление – состарить, или молодежное – омолодить. И мы такие думаем, что нам спеть, чтобы они точно не спели. И мы решили спеть «Камсахамнида» со словом «Камсахамнида». Вот Эмили говорит, вызов принят. Я такой, о-о-о-о, я очень жду, чтобы на общем собрании они пели «Камсахамнида». Очень-очень. Они могут. Я к чему? К тому, что церковь поменялась внутри, как все происходит. Но так не было всегда. И Карен, и Армен, и Лера, и Маша помнят моменты, когда нам приходилось после общего собрания завешивать черный кабинет, спускать экраны, кресты вешать, всякие разные вещи делать, чтобы собрание было похоже на молодежное собрание. Но сейчас нам приходится еще с молодежным собранием делать, чтобы оно не было похоже на общее собрание. Оно поменялось. Но это все происходило в моей памяти, у Иоррмена, мы дольше всех, наверное, вместе, что это почти 20 лет. Это путь в 20 лет. Если вы хотите завтра все поменять, не пытайтесь. Потому что люди другие, они не привыкли к быстрым переменам, к резким переменам. Но шаг за шагом можете изменить какие-то вещи. 25 лет мы ждали парковку у церкви. Да, вот. Это гештальт, который в этом году только случился. То есть есть куча вещей, как говорит Алексей, которые думают, господи, ну когда это изменится, я просто не могу вообще смотреть на эту стену, не знаю, на этот пол, на нашу лестницу. Но вот сейчас можно смотреть на нашу лестницу, во-первых, у церкви, ура, она ровненькая. Во-вторых, реально куча всего, о чем мы мечтали, и это было чем-то таким вообще заоблачным, практически, оно практически все сбылось. Вот, и продолжает сбываться. И дальше сейчас, допустим, когда мы говорим о олимпийских, стадионы поклоняющихся людей, вот у меня честно нет такого типа вот вы когда-нибудь может быть, ну типа да, конечно, да, без проблем дойдем, да, все получится, ну, нужно просто время, да, и нужно постоянно, постепенно что-то делать. Вот, наверное, да. Сто процентов, я с Крэмом согласен. И еще, знаете, вот если вы спросили, да, как вам развивать служение в вашей церкви, не пытайтесь все быстренько поменять, все быстренько исправить, да, отвергая все, что происходит у вас. Потому что, например, ваши пасторы или служители, они потратили много времени, чтобы вот то, что было, было, и оно какое-то время назад, возможно, было актуальным. Но сейчас просто потеряло актуальность. Если вы начнете конфронтировать, вы потеряете отношения. А если у вас будут отношения, вы сможете всякие разные вещи продвигать шаг за шагом. Поэтому не пытайтесь сломать все, сказать, ой, вы неправильно, наша церковь несовременная, все прочее, так вы ничего не добьетесь. Но стройте отношения и шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом сможете какие-то вещи сделать. Да, здесь, я помню очень хороший пример с учебника по молодежному служению. Там говорилась история, когда один пастор сказал, что в моей церкви никогда не будут носить, ходить в шапках. Да, и после какого-то времени там молодежи у него вообще не было, да, это все так зачахло очень быстро, что здесь нужно быть... Потому что у всех был гоморит, или что? О погоде там не говорилось, но во всяком случае, что здесь нужно быть мудро, аккуратно и все в этом роде. Это была очень смешная шутка, вы должны посмеяться. Пожалуйста. Ну, что, типа, они не будут ходить в шапках, поэтому у них, ну, как бы, вот они застудили голову, у них у всех случился гоморит, и молодежи больше не было в церкви, понимаете, да, смешно же? Спасибо. Какой самый смелый поступок вы совершали? Я могу рассказать, простите, что я слишком много говорю, да, пока это, вы пока вспоминайте. Короче, Ты обычно просто поешь, поэтому сейчас есть возможность говорить. Да. Поэтому много говори, Карен. Хорошо, спасибо. Тут даже не сказано, что после спасения, тут вот просто самый смелый поступок. Короче, честно сказать, я самый стеснительный человек, вот когда Лиза меня просит и говорит, Карен, пожалуйста, подойди, попроси у него, что это такое. Лиза, что ты тебе просишь? Вот я вот такой, как бы, к незнакомому подойти, что-то попросить, что-то там, даже когда кто-то, допустим, там сидит на нашей лавке в кофейне, я такой, ну или там курит, например, так подойди, сказать, ну пожалуйста, уйдите отсюда, то есть мне дико неудобно. Я за год, пока учился, вот, в церкви Бэтл, я ни разу не подошел к Джереми Ридлу, даже вот, я такой смотрю на него, он в шести метрах от меня такой, и ушел. Вот, ну поэтому я дико стеснительный. Вот, вот что вы понимали, вот чего мне это стоило, то, что я сделал. Это было предисловие. Значит, у нас пятая годовщина свадьбы с Лизочкой. Не, нет, это, это было 10 лет назад. Да, у нас вот недавно, мы 14 лет отпраздновали. Значит, спасибо, спасибо. Вот, пятая годовщина свадьбы, и у Лизы всегда супер грандиозные идеи. Больше наших любых возможностей и моих фантазий. Она говорит, Карен, давай снимем оранжерею в ботаническом саду, привезем туда обязательно кофемашину, значит, закажем торт, закажем, вот, пригласим 15 гостей и сделаем такую прям супер классную фотосессию, обновим клятвы, и это будет прям так супер мило, классно. Я такой, вот смотрю на свой банковский счет, 4782 рубля, такой. Как раз для оранжереи, по-моему. Да, давай. Мы пошли в какую-то администрацию, спрашивать разрешение на аренду, короче, нам вроде дали там то, седьмое, и через какие-то космические вещи мы такие вроде бы уже дошли до того, что мы все сняли, торт заказали, все сделали, и мы такие, вот, едем вечером домой, но контекст той ситуации, это прям перед юз, я пишу книгу, Лиза очень сильно устает, мы, короче, такие дико вымотанные, у нас у обоих нет вообще никаких сил, и мы такие подъезжаем к дому в десять вечера, завтра годовщина, вот, Лиза такая сидит и говорит, мне нечего завтра одеть, я такой, а ты когда собиралась сказать, в десять вечера, она говорит, а все равно у нас денег нет на это, и в этот момент я такой, вот, вот, ехал куда-то на машине, поехал сразу в Ярославль почему-то, короче, у нас рядом просто Ярославское шоссе, вот, видимо, с тех пор я постоянно езжу в Ярославль, вот, у меня, видимо, это отключается мозг, я поехал, вот, и, короче, представьте, мы просто отменили этот день вообще, вот, потому что очень сильно поссорились, хуже мы никогда в жизни не ссорились, чем вот тот вечер, накануне нашей пятой годовщины свадьбы, на следующий день, я такой, короче, поехал за тортом, который мы заказали, кондитеры сказали, откройте окно, пожалуйста, творог, сейчас, Карен, творог, творог, не творог, а творог, хорошо, хорошо, поехал за пирожным, вот, поехал за тортом, значит, за десерт, да, 8-килограммовым заказным, вот, а мы уже отменили этот день, Лиза говорит, все, короче, из-за того, что ты психанул, ты получишь, вот, я, значит, беру этот торт, короче, в машину, вот, еду домой, оставляю его в машине, вот, не поднимаю, чтобы Лиза там, этот, вот, и потом мы с командой прославления кушаем этот торт, получилось, и вот, значит, проходит неделя, мы еле-еле приходим в себя, очень был тяжелый период, и Лиза говорит, если ты хочешь, ты можешь организовать это, еще раз попробовать, но сам, полностью, я смотрю на свой банковский счет, я думаю, какие изменения, ноль, в этот раз уже ноль, вот, и, короче, как-то там, я принимаю решение, что я, значит, уже денег на оранжерею нет, я принимаю решение, что мы в парке Сокольники, просто привезем кофемашину, поставим ее там, где-то в лес закинем этот генератор, вот, чтобы питать эту кофемашину, вот, соответственно, мне нужно было найти генератор, вот, кофемашину в аренду, вот, это все сделать, и еще как-то попытаться попросить разрешение администрации парка, парк мне разрешение не дал, вот, значит, я просыпаюсь в 5 утра в этот день, еду за тортом, у меня в машине вонючейший, отвратительный генератор, огроменный, вот, я поднимаюсь за этим тортом, спускаюсь, и кто-то, да ладно, вам уже хватит, историю слушайте, душнилые, вот, спускаюсь к машине, да, короче, если кто-то еще расскажет тортом, вот, можете его пнуть, вот так, значит, рядом, вот, я спускаюсь в машине, кто-то проткнул мне колесо, из-за того, что я стал слишком близко к подъезду, не из-за того, что он так говорил, да, мне для того, чтобы достать запаску, нужно было вытащить этот 50-килограммовый генератор, короче, просто жесть, вот, и я этот торт кладу на этот генератор, вот, еду в этот парк, и мы, вот, и мы начинаем все ставить, короче, просто такие, ну, типа такие, ну, как бы ставим, просто ставим стол, кофемашину, вот, я несу этот генератор, вот, куда-то очень далеко в лес, там 50 метров этот кабель, вот, и я такой, ну, все, пора его заводить, я его завожу, и он такой, а это парк, где прогуливаются мамочки с этими, с колясками, вот, и там провод, и там где-то в лесу, вот, что-то такое, орет просто во все, и я такой, господи, вот, ну, и просто вспоминаете, да, что я очень стеснительный человек, я такой, надо это сделать, надо спасти нашу семью изо всех сил, вот, я договариваюсь с ребятами, что мы включаем этот генератор на полчаса, это максимум, что мы можем сделать, значит, я этот генератор завожу, кофемашина 15 минут только греется, и потом можно наделать напитки, и вот потом, вот можно ее только выключить, вот, и, значит, подходит охранник, говорит, что это такое, я говорю, у нас свадьба, он такой, а с кем вы это согласовали, я такой, ну, пожалуйста, моля, не прогоняйте нас отсюда, нам надо здесь, свадьба просто, они такой, что за свадьба, он вообще не понимает, короче, ладно, мы такие, этот, вот, генератор орет, люди ходят, уже столпились, смотрят, Лиз, это что такое, что они тут устроили, я такой, сейчас, подождите, и тут, короче, издалека Лиза в платье вот так идет, мы ее уже купили платье, вот на этот раз, мы, да, позаботились заранее, такая, ха-ха-ха, у меня, простите, одно место в мыле, просто там мыло, ужасно, ну, просто я бегу, как этот Джеймс Бонд, туда-сюда бегаю, чтобы вот Лизочка пришла, такая счастливая, у нас был, ну, прекрасная пятая годовщина свадьбы, вот, и, значит, уже просто скопилось, там 10 человек, которые такие думают, все, короче, сейчас будем вызывать милицию, эта охрана подходит, выключите свою кофемашину, я такой, хорошо, сейчас одну секунду, я бегу в этот лес, выключаю кофемашину, и с тех пор, такой, ну, вроде спокойствие, но самое главное, что просто генератор, как бы, вот, очень был злой, это было самое, вот такое, самое проблемное место, вот, и мы, ну, классно отметили, и вот это, ну, просто было самым моим смелым поступком в жизни, вот. Вау, это достойно. Леш, какой у тебя самый смелый поступок? Маша сделала, несколько дней назад, несколько недель назад, сделала смелое решение в своей жизни. Можно? Да, они слышали на собрании, в предыдущем, об этом решении, но мое самое смелое решение, наверное, в жизни было, когда я всей своей группе рассказала об Иисусе, нам задали доклад, и тогда, я помню, очень переживала, как отреагирует вся аудитория, все мои учителя, что они вообще скажут, и я помню, встала за эту кафедру в университете, на этом семинаре, и сказала, что Иисус Христос, самая крутая личность в мире, и тогда мои одногруппники все меня поддержали, а преподавательница поставила двойку, но это было самое смелое решение в моей жизни, которое я всегда помню. Маша, это было единственное, двойка в своей жизни, нет? Я плакала, я думала, что я очень сильно пострадала за веру в тот момент, потому что у меня четверка вышла за полугодие, я помню, я шла и рыдала, я звонила родителям, говорю, я сегодня пострадала за веру, гонения, они начались, и только сейчас, спустя время, я понимаю, что, ну, это... не самое смелое решение, на четвертый день конференции, я девушке сказал, что мы поженимся, ну, 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 и что, и что, и что? А, да, и в продолжении, там, какое-то время, и она сказала, да, вот, и мы готовимся. И, а, еще, еще готовимся. Она сказала, да, это хорошая новость. Все, ждем истории со свадьбой и с генератором. Да, да. Можно все скрипты взять у Карена, он даст все, все. Есть опыт уже. Хорошо, у нас есть еще вопрос. Самый большой вызов на ЮС? Пускай Аня отвечает, у нее много их. А, у нее, кстати, хороший вызов сейчас, это пастор Кэш. Поделись опытом, пожалуйста. Она отвечает, чтобы он приехал, и чтобы все получилось. Сделать, что-то весело. У всей ситуации нельзя рассказывать, но это, наверное, это единственные, первые гости в моей жизни за два года, которые не подчиняются ни одному графику. Ну, то есть, мы настолько привыкли быть четкими. Вы видите, у нас там везде таймеры, сейчас перед нами таймер. Ну, то есть, вот, мы должны уйти со сцены, в определенное время. И, ну, видимо, в Латинской Америке все по-другому. В Армении так же, я уже вам говорил. Ну, типа, вот это вовремя, приходи, вот это все. А вы говорите, Господь так не работает. не, но это, это на этом, юз. Про остальные конференции, наверное, самый большой вызов, чтобы вы приехали к нам. У нас, у команды прославления, самый большой вызов, это отпеть песню Бог живой и прыгать до конца и не задохнуться. Она идет 7 минут 15 секунд. Это, ну, как бы, обычно быстрой песни, там 3.45, тут 7.15. Я такая, прославлять, о, сейчас пошло, поехало. Вот, когда в 2014, когда мне было, сколько там, 24, я прям мог нормально. Сейчас уже чувствую. Кстати, даже, если вы не знаете, вон гримерки, я видел, Карена разминается перед этим всем делом. Растяжку делает, разминку. Да, это прям такая, гора. Ну, самый большой вызов, наверное, это правда, то, чтобы вы приехали и, наверное, это как-то с нами не сильно связано, но в том плане, чтобы Бог реально затронывал чем-то там 7 штукам. Не очень хочется, хочется так, чтобы реально Бог прикоснулся и к вам, и к нам, чтобы эта конференция была кирпичиком в строительстве, пробуждении в нашей стране, да, или в наших странах, потому что 19 стран представлены на конференции и хочется реально, чтобы Бог вот действовал. Это, наверное, вызов, потому что это что-то не от нас зависит. Это, ну, мы не можем как прогнозировать эти вещи, мы лишь только делаем и верим, что Бог будет реально дальше делать. Вот это, наверное, вызов самый большой для нас. Хорошо. Перед тем, как мы закончим, и после чего мы можем дать еще несколько советов, комментариев на остаток конференции всем ребятам, чтобы мы смогли правильно подготовиться и взять все, что мы можем отсюда взять. Какой человек на этом юз вас очень удивил? Меня кто удивил? Вчера ко мне подошел парнишка, говорит, я нашел бумажник. Вот, ты просто передал мне его и все. Реши, пожалуйста. Да, я искал Сабину какую-то вот в своем телеграм-канале. Я Сабина. Да, Сабина меня удивила. Ну, мы нашли человека или мы можем сейчас это как-то здесь... Да, нашел, нашел, вот отвез ей бумажник, отдал. Слава Господу. У меня есть история, что меня впечатлило. Мне сегодня один человек рассказал о том, что когда они были в прошлом году на конференции Юз, они приняли решение, что после конференции Юз после конференции Юз они купили 20 регистраций заранее, верой, что они... Армен, я чувствую, это Брянск. Да. но я просто эту историю сегодня узнал и это меня очень сильно впечатлило, что они купили 20 регистраций заранее, верой, что за этот год они достигнут 20 человек и их приведут на Юз. И... и они сказали, что не получилось 20, но 6 человек, они сегодня здесь. Вот. И это очень крутая история. Меня впечатлил человек, мы сели вместе на пастерских интенсивах и он из Братска. И он сказал, мы зарегистрировались с Верой по 1000 рублей, когда была первая регистрация, и потом нужно было собрать все остальное. И получилось. И он говорит, я первый раз летел на самолете, я первый раз в Москве, для меня это вот, ну, такое все, я думаю, слава богу, когда есть такие ребята, которые верой двигаются, что это поколение не потеряно, когда есть такие ребята. Друзья, большая радость, действительно, потому что, я думаю, и ребятам в зале, и мне лично очень приятно получать такой большущий опыт от вас, не только с этой конференции, но и то, что было уже сделано годами ранее. Если можете, поделитесь, пожалуйста, вот у нас осталось 2.57 времени здесь на сцене, как мы можем провести так рационально свое время здесь на конференции, чтобы все получить, что нам еще нужно сделать, что не пропустить, как это время? Ну, во-первых, точно не пропустите, постарайтесь теперь уже все, потому что вы как будто бы на финишной прямой, знаете, самое сложное, особенно если вы приехали и вы здесь уже целую неделю, вот я про марафонскую историю расскажу, да, когда ты готовишься, это много времени, потом ты бежишь, первая десятка, вторая десятка, третья десятка, и потом остается 12, и некоторые говорят, ну уж еще 12 бы добежать, я наоборот, эти 12 бегу с радостью, потому что сейчас закончится все, то есть вот то, к чему ты готовился, то, к чему ты шел, сейчас это закончится, и возьмите по максимуму от этого, поэтому у меня к вам просьба, постарайтесь не пропустить ничего, даже если вам придется спать 1 час, мы с Машей были 1 раз на пароме, который делали мое поколение, и там была программа из 24 часов в 21 час, и школьники, у них был целый паром, они были там целые 23 часа, 24 часа, и 23 часа была программа, и они сонные, в лифтах спали, чего у них только не происходило, но они запомнили это, да, если даже вы где-то завтра в метро уснете, это прикольно, но даже если вы где-то там что-то не успели, это тоже прикольно, потому что тогда вы это запомните, поэтому возьмите максимум от всего, что происходит здесь на конференции, пробегите эти последние несколько дней реально вот в силе, да, вот на ростах так. Бегите так, чтобы получить. Записывайте все, чтобы бежать. Ты все? Класс. На самом деле, классно записывать все, что вы получаете, потому что здесь вам может прийти какое-то слово, или какое-то послание, или что вы должны сделать в жизни, вызов, решение, когда пастора призывают вас на проповеди, и запишите это, и исполните, когда вы вернетесь, потому что на ЮС мы такие эмоциональны, вау, вау, Бог здесь, страсть, огонь, но когда мы возвращаемся домой, Бог продолжает быть тем же самым Богом, что и на этой конференции, и даже если вы один в своем городе, если вас несколько, я с вами, я пять лет в своей школе проповедовала одна, просто Бог, Он будет использовать вас самым сильным образом, запиши и исполни то, что Бог сказал здесь сегодня тебе, и все будет классно. Аминь. 33 секунды осталось. Соблюдай тайминг, будь вовремя, хорошо? Ура, друзья! Дайте, пожалуйста, большие аплодисменты нашим гостям. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok